Друзья, всем привет! Как вы знаете, наш основной канал Миши Котов заблокировали. На нем готовилось к выходу очень интересное видео, но по причине блокировки канала вы его не увидели. У нас остался лишь небольшой отрезочек интервью, который давал Авторадио. Вован его сейчас вам покажет. Михаил, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, приветствую! Ну, расскажите нам, пожалуйста, как вообще такое происходит, что можно зарабатывать на продаже гаражей и ненужных них вещей? Как правило, гаражи продают наследники, то есть не те люди, которые непосредственно что-то в гараж закладывали в свое время, а конкретно наследники. Поэтому они могут просто-напросто не знать, что там хранится. Обналичить этот гараж им желательно в ближайшее время. Ну и отдают совсем так называемым хламом. Я работал на грузовой машине, мне поступила такая заявка, то есть по вывозу хлама с гаража. Приехав на место, я обнаружил, что гараж просто-напросто доверха забит различной радиоэлектроникой, литературой также, технического плана. Соответственно, мне было жалко выкидывать эти вещи. А вы еще тот Плюшкин, все понятно, решили все это ввести в свой гараж. Да, я решил все это перевести в свой гараж, пригласил специалистов, которые мне все это оценили. И получилось так, что стоимость вот этого барахла, вот этого хлама составила, ну она была равноценна стоимости гаража. А сколько стоил гараж, чтобы мы понимали просто? Ну гараж стоил 180 тысяч, то есть на этом хламе у нас получилось выручить в районе 150. Ну по сути стоимость гаража. Сколько, кстати, вы уже так гаражей не глядя купили? На самом деле штук, наверное, 18 точно есть. И самое ценное, дорогое, ну помимо радиотехники, которая, да, интересна, действительно. Наверное, самое дорогое, это нам продали гараж с автомобилем. Там был редкий автомобиль. Ford Mustang 69? А, Volga, Газ 21. Нет, нет, Volga, Газ 21. Ну продавал также наследник, пользовался его дед, соответственно, очень за машиной следил, ухаживал. А то есть она прям в порядке и на ходу была? Да, она в идеальном состоянии, и она была потом продана, ну, человеку просто увлекающейся ретро-машиной. За сколько? Причем за хорошие деньги, она ушла за 400 тысяч. Так, подождите, вопрос-то у меня такой. А наследник-то, когда открыл гараж, он как бы, ну, не опешил от того, что там стоит газ, или он не знал об этом? Автомобиль имел старую регистрацию, то есть был еще на старых номерах и так далее и тому подобное. То есть наследник просто-напросто этим не захотел заниматься. Чья-то лень способствует вашему обогащению и интересному контенту? Сейчас очень много людей коллекционируют все подряд. То есть все привыкли к тому, что собирают марки, монеты, то есть, да, нумизматика, фильталистика. Некоторые люди, то есть увидев наше видео, они обращают внимание на какие-то там, на какую-то посуду с необычными маркировками. Даже один товарищ просил оставить ему пробки от бутылок, какие-то редкие. То есть даже вот такое есть. Что, казалось бы, можно назвать просто мусором и отнести на ближайшую свалку. Ну, для каждого какая-то определенная вещь имеет свою ценность. Понятно. Спасибо большое. У нас на связи был Михаил Котов, блогер, который зарабатывает на очень интересном хобби. Так что загляните в свой гараж, дамы и господа. Мало ли, может быть, там лежит что-то ретро, но стоит она очень баснословно. Спасибо большое. Спасибо. Ну что, ребят, общий смысл вам понятен? Очень жаль, что вы не увидели полную версию этого видео. Там мы с Вованом в мельчайших подробностях показываем всю схему от и до покупки-продажи гаража и даже заработки на хламе. Ну что, ребят, жду с вас комментариев по поводу моего первого интервью. И, естественно, оформите подписочку на мой канал, поставьте палец вверх. Спасибо.